Всем привет! Вы находитесь на канале Вот о Чём. Помнится, я обещал вам рассказать, как я играл в игры про Речита и Кланка. Я наконец смог найти свободное время, чтобы допилить этот ролик до конца. Я собираюсь максимально кратко рассказать о своих впечатлениях от каждой игры, в которую я поиграл, а также о тех трудностях, с которыми я столкнулся при прохождении. Под трудностями я подразумеваю то, что ни одна из игр про Речита и Кланка, кроме последней, Рифтапарт, не выходила на ПК. Поэтому пришлось прошерстить интернет в поисках эмуляторов. Я вышел в интернет с таким вопросом. Чтобы мой ПК, Акизаправский Сомелье, смог распробовать вкусы эксклюзивов PlayStation многолетней выдержки. Ребята, дайте воды! Неудивительно, на партизанской. Бр***, я ж пить буду. Дайте воды. Разумеется, перед тем, как я начал играть в игры про Речита и Кланка, я понятия не имел, сколько их всего. А когда узнал, сколько, принял для себя решение проходить их в хронологическом порядке. Так было гораздо удобнее, да и плюс помогло бы получить более целостные впечатления от каждой игры. И первые трудности возникли уже на этом этапе. Дело в том, что у одной игры про Речита и Кланка могло быть два, а то и три различных названия, под которыми Sony выпускала её в различных регионах мира. Что по незнанке поначалу меня очень сильно сбивало с толку. Но, видимо, Sony виднее. Единственное, чего они добились для меня, это просто меня запутали. Когда же я наконец распутался, я приступил к прохождению. И, согласно заранее продуманному плану... Моей первой жертвой стала первая игра про Речита и Кланка. На удивление, эмулятор довольно бодро разжевал этот продукт, и я смог насладиться этой игрой почти без лагов. То есть, как почти, иногда эмулятор просто выкидывал меня на рабочий стол. Но, поскольку я был заранее морально готов к подобному, никаких неудобств по этому поводу я не испытывал. Просто снова запускал эмулятор, включал игру и продолжал играть дальше. Первое, что я отметил, что первая часть Речита и Кланка неплохо так выглядит в графическом плане для 2002 года. Собственно, и остальные части в этом плане тоже не сильно отставали. Сама игра показалась мне довольно бодрой и интересной, и оставила в основном приятные впечатления. Хотя нудные моменты тоже попадались. Но их было не так много для того, чтобы изменить моё мнение. Представляю, насколько круто всё это смотрелось в 2002 году, когда эта игра только вышла. Получив заряд позитива и положительных ожиданий от первой части, я сразу же приступил к прохождению второй. И тут же с наскока ударился об чёрте что. Во-первых, эмулятор напрочь отказывался нормально воспроизводить эту игру. Из-за чего она выглядела так, как будто все её текстуры вывернули наизнанку. Но то было, как говорится, полбеды. В нагрузку к этому эмулятор вообще отказывался воспроизводить игру дальше первого уровня. Постоянно выплёвывая её на рабочий стол. Из-за чего у меня возникло реальное опасение того, что вторую часть я так и не смогу пройти. Однако, продолбавшись с эмулятором продолжительное количество времени... Я всё-таки смог заставить эту скотину воспроизводить игру нормально. Ну как нормально, безумие с текстурами у игры никуда не делось. А когда понял, как это исправить, было уже поздно, потому что я уже вплотную подошёл к концовке. А второй раз перепроходить эту игру я не собирался, потому что хреть с ним с этими лагами. Сама по себе вторая часть Речета и Кланка была просто ужасом. В некоторых местах разработчики настолько дико выкрутили сложность. Я вообще начал думать, что всю команду разработчиков держал у себя в плену Миядзаки. А миссия по спасению Анджелы от злобных наёмников-крокодильчиков войдёт в мой топ 10 самых жоподробительных миссий, от которых у меня бомбило так, как никогда в жизни. Тем не менее, собрав последние силы, я смог кое-как осилить эту игру. И передохнув, решил перейти к третьей части. Заранее опасаюсь, что встречу примерно что-то похожее на вторую часть. Но, как оказалось, нет. Потому что третья часть возглавила мой список самых любимых частей про Речета и Кланка. И хотя мне были свои странности, геймплей и сюжет были просто потрясающими. Субтитры делал DimaTorzok Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- говоря уже о том, что именно в третьей части появляется самый крутой злодей вселенной Рэчета и Кланка, доктор Нефариус. Третья часть качественно скакнула на новый уровень и оставила у меня желание перепройти её потом ещё раз. При этом эмулятор поначалу утеплевался от третьей части, но довольно быстро распознал, чё мне от него надо, поэтому больших трудностей с прохождением на эмуляторе третьей части я не испытал, если опять-таки не считать выбросов игры на рабочий стол и отказов эмулятора вообще запускать игру. Но повторюсь, к такому я был заранее готов, поэтому большой проблемой я это не считаю. За третьей частью Рэчета и Кланка я начал проходить следующую часть, которая также попала в мой список самых лучших игр про Рэчета и Кланка, при том, что как я слышал, большинство игроков воротили от этой части нос, считая её выбивающейся из контекста и слишком уж брутальной. Речь идёт об игре Рэчет Дэд Локет, она же Рэчет Гладиатор. Рэчет Гладиатор. И по поводу того, что игра выбивается из контекста – да, первая ассоциация, которая у меня пришла в голову, когда я увидел эту игру, – это разница между первым и вторым Принцем Персии, потому что если в первом было всё так сказочно, няш-мяш-мультяж, то вторая, ну те, кто видел вторую часть, те меня поймут. Лично мне Рэчет Дэд Локет показалась просто офигительной игрой. Три. И. Три. nih is. Единственное, что меня смущало, это отсутствие хвоста у Рэтчета, когда он носил свою броню. Но это так чисто мелкие до**ки, ничего конкретного. Что касается работы эмулятора, когда он жевал эту игру, то тут все те же стандартные вылеты на рабочий стол, либо отказы запускать игру. Куда сложнее было заставить эмулятор вообще начать понимать эту игру. Он напрочь отказывался это делать, постоянно выплёвывая мне на экран изуродованную до неузнаваемости начальную катсцену, после чего слал меня нафиг и отрубался. Однако волшебный пендель сделал своё дело и я смог преодолеть намеченный рубеж. Ещё одна игра про Рэтчета и Кланка была пройдена, пополнив мой список тех игр, которые мне очень понравились. И после дозы накопленного позитива, меня опять кунули лицом во что-то очень подозрительное. Потому что следующая часть про Рэтчета и Кланка, в которую я поиграл, мало того, что выпускалась не оригинальной студией Insomnia, а ребятами из студии High Impact Games, которые, видимо будучи под впечатлением от негативных отзывов про игру Ratchet Dead Locked, разрабатывали свою версию игры про Рэтчета и Кланка, в стиле няш-мяш, которого якобы так не хватало фанатам, из-за чего получилось чёрти что. Well, I see you have a knack for recognizing greatness. I was wondering if it would be possible to get some pictures of you doing some heroic action. А финальная битва с главгадом императором Отто заставила меня вспомнить, как у меня сильно бомбило, когда я во время прохождения второй части пытался спасти Анджелу от крокодильчиков. Так вот, то что было во второй части, это херня по сравнению с этим боссфайтом, который к тому же еще и оказался наглухо сломан. Не стану описывать во всех красках, как у меня бомбило, когда я пытался завалить этого читерского императора, но с горем пополам, где-то со 100 тысячной попытки я все-таки смог это сделать. При этом, когда я играл в эту игру, эмулятор серьезных проблем мне не создавал, ну кроме уже вышеперечисленных стандартных. При этом раскачегарю я эту игру на эмуляторе довольно быстро. Опять-таки, если сравнивать с теми играми, в которые я уже поиграл. Так или иначе, моей целью было пройти максимальное количество игр про Ретчета и Кланка, поэтому я стиснул зубы и двинулся дальше. А дальше меня ждала вторая игра от тех же разработчиков. Спин-офф под названием Секретный Агент Кланк. Уже прочувствовав на себе весь творческий потенциал этой команды разработчиков, я был заранее готов к жоподробительному геймплею. Но на удивление оказалось нет. Видимо, в свое время Император Отто заебал многих, потому что по геймплейной составляющей Секретный Агент Кланк снизил свой градус жоподробительности. И хотя во многих местах не дотягивал до игр, созданных компанией Инсомния, все же оставил у меня более-менее приятные впечатления. А в некоторых местах и вовсе заставил поржать. Что касается работы эмулятора во время моего прохождения этой игры, он опять заортачился и мне пришлось давать ему пенделя для разгона. И уже после этого он вполне себе нормально проживал эту игру. Разумеется, вылеты на рабочий стол и отказы запускать игру при старте прилагаются. Естественно, это не помешало мне пройти игру до конца. И я поставил еще одну галочку в моем списке пройденных игр. И хотя Секретный Агент Кланк оставил мне впечатление с серединка на половинку, поиграть в него все же стоило. После того, как я закончил с этой игрой, меня ждал новый челлендж. Поскольку игр про Рэчета и Кланка, которые выходили на вторую PlayStation, больше не осталось. Следующие части выходили уже на третий PlayStation. А это значит, настало время пускать в дело заранее припасенный эмулятор. И тут начались стандартные танцы с бубном. Потому что моей следующей жертвой стала игра Рэчета и Кланк Tools of Destruction. Эмулятор наотрез отказывался запускать эту игру. Максимум, на что его хватало, прогрузить мне начальную катсцену. Ситуация близилась к той, когда я пытался раскочегарить вторую часть. Но, как говорится, я не привык сдаваться, поэтому молотком и матом все-таки смог заставить эмулятор делать то, что мне нужно. И мой ПК покорно разжевал первую игру про Рэчета и Кланка, вышедшую на PlayStation 3. И вы знаете что? Несмотря на пару прикольных моментов, игра оказалась такой о себе. Не сказать, что вы плохая, но и супер положительных моментов я почему-то не испытал. А некоторые персонажи, которые появились в этой игре, мне просто выбешивали. Так что я старался проходить игру напролом, по возможности не отвлекаясь ни на какие побочные активности. Во время всего этого процесса эмулятор чихал, кашлял и плакал. И постоянно пытался выкинуть игру на рабочий стол. Но тем не менее работал. Поэтому я смог пройти игру от самого начала и до самого конца. Следующая часть про Рэчета и Кланка, которая была битком набита пиратской тематикой, также оставила у меня довольно смешанные впечатления. Она выглядела так, как будто ее по-быстрому сваяли, как какую-то заглушку, у которой надо было заткнуть дыру. Но видимо так оно и было, благо она была не слишком длинная. За что эмулятор был мне крайне признателен. Потому что было неясно, кто раньше из нас сдохнет, я или он. Марафон по Рэчетую Кланку я старался делать максимально быстро, поскольку у меня не так много свободного времени. С горем пополам осилив пиратскую хрень под названием Quest for Beauty, я переключился на следующую часть. Под названием Crack in Time. Сразу было видно, что разработчики уделили этой части гораздо больше внимания. Правда, сюжет игры меня никак не зацепил, а некоторые игровые механики просто выбешивали. Собственно, выбешивали они не только меня. Эмулятор уже начал молить о пощаде и требовал, чтобы я прекратил пичкать его всякой х**. То есть я не могу сказать, что игра Crack in Time плохая, но лично для меня в ней не было буквально ничего такого, что могло бы ну прям запасть в душу. Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому эта игра у меня осталась в категории Прошёл и Слава Богу. А вот следующая часть игры про Ratchet & Clank под названием All for One, которая явно была запилена для мультиплеера на четверих игроков, наоборот, попала в мой список лучших игр про Ratchet & Clank. Да ё-моё, она и сейчас находится у меня на компьютере, и я её просто не осмелился удалить после того, как прошёл. Настолько эта игра показалась мне интересной. Особенно, если проходить её на пару с кем-нибудь. Хотя с эмулятором пришлось порядком помозиться, прежде чем он понял, что я пытаюсь в него запихнуть. Но после этого все проблемы с эмулятором закончились. Он, конечно, иногда артачится и отказывается воспроизводить игру, но случается это не так часто. А вылеты на рабочий стол случаются ещё реже. Разумеется, после того, как я получил хорошую порцию позитива после прохождения этой игры, я продолжил своё турне по играм про Ratchet & Clank'a. И столкнулся с недоразумением под названием Q-Force. Я так понимаю, в этой игре инсомния пытались развить тему мультиплеерных игр во вселенной Ratchet & Clank'a. Но получилось у них, мягко говоря, не очень. Благо, поскольку геймплейная игра представляет собой оборону башни, больших проблем с прохождением её у меня не возникло. Поэтому я прошёл эту игру достаточно быстро. А вот эмулятор в очередной раз включил режим «Ничего не знаю, я не буду работать». И те усилия, которые я потратил для того, чтобы заставить эту скотину опять работать, чтобы по итогу получить шанс поиграть в игру такого качества, мягко говоря, не стоили того. Но тем не менее, цель есть цель, поэтому я двигался согласно плану. Потому что в моём списке игр, которые я должен был пройти, оставалось всё меньше и меньше пунктов. Следующей на очереди была игра под названием Nexus, которая оказалась настолько несуразной и скомканной, что мне пришлось опять прибегнуть к тактике прохода игры на пролом. Игра всем своим видом буквально кричала, что разработчики доделывали её в попыхах. Слишком большим был контраст между началом и концовкой игры. Да и сам хронометраж игры оказался довольно ужатым. Лично у меня Nexus не оставил буквально никаких положительных впечатлений, за исключением разве что только начала игры. Самый первый уровень на космическом корабле был действительно хорош. Возвращаясь к эмулятору, ему было плевать, насколько хорош был первый уровень. Он опять уперся руками и ногами и отказывался загружать игру. Мне в очередной раз пришлось прибегнуть к помощи шаманского танца с бубном, чтобы заставить его сделать это. И когда игра Ratchet & Clank Nexus была мной пройдена, в моём списке оставалась всего одна игра. А именно Ratchet & Clank 2016 года. Но эта игра выходила уже на PlayStation 4. А рабочего эмулятора на PlayStation 4 я так и не смог найти. Поэтому я решил посмотреть прохождение игры на ютубе. И к моему ужасу обнаружил, что эта игра представляет собой не что иное, как самый обыкновенный рискин первой части, который зачем-то скрестили с событиями мультика про Ratchet & Clank. Однако был во всём этом и положительный момент. Поскольку Insomnia просто взяла первую часть и обновила её, приправив при этом событиями из мультика, можно было смело утверждать, что эту игру я тоже прошёл, поскольку я прошёл оригинальную первую часть. И если брать во внимание то, что в Ratchet & Clank Crypto Party я поиграл уже давным-давно, потому что она вышла на ПК, я могу смело заявлять, что я поиграл во все игры про Ratchet & Clank. Да кстати, чуть не забыл. В игры про Ratchet & Clank, вышедшие для мобилок, я тоже играл. Даже странно, что они вообще у меня заработали. Ну а вышедшие антологии я проигнорировал по понятной причине. Ибо нет смысла проходить дважды одно и то же, даже если там чего-то подкрутили в плане графики. По итогу моего забега по играм про Ratchet & Clank'а, я составил свой топ-лист тех игр, которые мне понравились. В него попали Ratchet & Clank 3, он же Ratchet & Clank Up Your Arsenal, Ratchet & Gladiator, он же Ratchet & Dead Locked, кооперативная игрушка Ratchet & Clank All For One, ну и разумеется Ratchet & Clank Rift Apart. Все остальные игры показались мне либо средненькими, либо не понравились вовсе. При этом я сразу отставил попытку анализировать Ratchet & Clank'а в каком-либо хронологическом порядке, или попытаться систематизировать эти игры. Ведь по большому счёту, Ratchet & Clank представляют собой песочницу для разработчиков студии Insomniac Games. В каждой части разработчики пытаются ввести какую-нибудь новую механику, чтобы в очередной раз удивить игроков. Поэтому Ratchet & Clank для меня больше похожа на какую-то безумную метавселенную, в которой бесполезно искать логику или пытаться анализировать происходящее. И в самом конце я хотел бы заметить, что ничуть не жалею о том, что устроил этот марафон по играм про Ratchet & Clank'а. Благодаря нему я узнал много чего нового, и получил приятные впечатления. Ну или не очень приятные, в зависимости от той игры, в которую я играл. Так или иначе, свои цели я достиг. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Если хотите поддержать меня, добавьте игру Кадо Великий Турнир в Стиме в список желаемого, потому что внимание окружающих к твоей работе очень сильно мотивирует. А на этом месте я с вами прощаюсь, всем удачи и хорошего дня! Продолжение следует...